Месяц назад мы экстренно вышли на связь с новостью, что YouTube скоро заблокируют и как с этим быть. За это время было еще несколько опасных ситуаций, а YouTube так и работает. У Роскомнадзора есть серьезные вопросы к Википедии, а у Speedtest вообще хотят отобрать измеритель. Наши люди все прекрасно понимают, отчего количество установок в VPN выросло аж в 69 раз с начала года. Но при этом 85% россиян считают, что все можно импортозаместить. Газпром, например, уже вкачивает в Рутуб новый дизайн, рекламу и блогеров. Но что на самом деле нужно Рутубу? В общем, на связи МК, сегодня говорим об IT. Поехали! Я давно знаком с брендом Poco, почти год я пользовался Poco F2 Pro, а сейчас в моих руках свежая модель Poco M4 Pro. Кстати, очень удобно лежит в руке. За 30 тысяч, цена по акции, расскажу позже, вы получаете действительно крутой смартфон с 90-герцовым Full HD Plus экраном с пиковой яркостью 1000 нит. Кстати, это первый AMOLED-экран в М-серии Poco Fon. Бодрым восьмиядерным процессором, который, на удивление, в таком тонком корпусе вообще не троттлит и не греется. Умной камерой с поддержкой HDR. Аккумулятором на 5000 махов с быстрой зарядкой на 33 Вт через Type-C. 6 гигабайтами ОЗУ с расширением до 8 за счет памяти устройства, который тут, к слову, 128 гигабайт. Есть версии с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гиговым накопителем. Короче, для повседневного использования в этом смартфоне есть все. Мне тут посоветовали установить парочку новомодных тяжелых игр. Удивительно, сколько сейчас весят мобильные игрушки. Так вот, смартфон с ними справился без проблем на средне-высоких настройках графики. В общем, кому нужен смартфон с хорошей начинкой, функционалом и автономностью, советую присмотреться. Кстати, до 20 апреля на официальном сайте компании Poco в России по .co акция и смартфон Poco M4 Pro можно купить со скидкой 5000 рублей. Всю информацию ищите в описании. Начнем с наболевшего. Что там по ютубу? А тут как раз-таки тот самый случай, когда отсутствие плохих новостей уже хорошая новость. Да, гугл продолжает активно банить каналы российских СМИ, даже зацепил официальный канал Думы. Реакция Роскомнадзора и правительства была ожидаема. Говорят, что ютуб доигрался, подписал себе приговор и предлагают блогерам перенести видео на российские площадки. Такие действия представителей власти вполне понятны. У гугл развитая сеть серверов, один список подсеток мотать рука устанет. А ведь в каждой из них находятся тысячи, десятки тысяч и даже миллионы IP-адресов. Далеко не все из них принадлежат техногиганту. А с учетом того, что все сервисы гугла давно прочно переплетены друг с другом, попытка заблокировать ютуб приведет к тому, что всех заблокируют в гугл. Встанет работа множества компаний, использующих корпоративные почты гугла. Даже МГУ своим студентам отдает почты отнюдь не от Яндекса. Начнут почему-то сбоить терминалы оплаты, опирающиеся на гугловский ДНС. Да и в конце концов, ютуб, самая популярная площадка для просмотра видео, лишать народ зрелищ, это минус популярность и грустное лицо советника. Возможно, поэтому гуглу пока ничего не делают. И потихоньку продвигают отечественные площадки для просмотра видео. В первую очередь, это, конечно, рутуб. Реклама рутуба на ютубе. Я бы даже ради этого премиум отключил. Хотя какой премиум? Но является ли рутуб аналогом ютуба? На мой взгляд, ни разу. Окей, дизайн обновили. Не знаю конкретно, что они там поменяли. Вот эти ужасные огромные карточки видео при первом открытии остались. Окей, хорошо, появились комменты. Вместо лайков теперь мы запускаем ракеты. Такой зародыш алгоритмов. Но где просмотры? Я не в смысле мои просмотры. Я-то ладно, моей аудитории, видимо, там пока что нет. Нет, количество просмотров надо не стесняться и показывать. И не дай бог вам куда-нибудь случайно нажать, когда идет неотключаемая реклама на весь экран. Я уже молчу про ручную модерацию роликов в течение суток и отсутствие рекомендаций. В общем, рутуб пока остается ремейком ютуба образца 2010 года, если не раньше. Конечно, еще есть ВК-видео. Они даже недавно выпустили приложение, чтобы перетащить свой канал. Там есть и комментарии, и лайки, и микромонетизация для блогеров. А вот просмотров нет. Потому что охват — это не просмотры, как и нормальных рекомендаций с алгоритмами. С другой стороны, все эти ваши алгоритмы — вещь опасная. При попытке перевести на русский фразу «Their Russians», то есть «Дорогие россияне», гугл-переводчик рекомендовал исправить фразу на «Their Russians». Причем это тот случай, когда умные машины, активно анализирующие трафик и переводы, просто выполняли свои функции. Вопрос уже решен, но осадочек остался. Бойцы Роскомнадзора, разобравшись с твиттером и террористической метой, которая, к слову, официально продлила разрешение диванным войскам призывать к насилию в сторону российских военных до конца месяца, еще не забыли про Википедию. Нет, Украина в этот раз ни при чем. Вы можете удивиться, но во всем виноваты анимешные девочки в странных позах с задранными юбками. И вроде бы обнаженки там нет, и ладно бы одна картинка. Но 10 — это уже несанкционированный лоли-митинг. Еще одной крупной целью стал спид-тест. Самый популярный сервис теста скорости интернета среди установщиков роутеров. Как объяснил... Секундочку. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, возьмите меня на работу. По его словам, сервис хранит данные о провайдерах и местоположении россиян на забугорных серверах. И если он не перенесет информацию на отечественные дата-центры, получит многомиллионный штраф и потом вообще заблокируется. Отечественные аналоги сейчас скрестили пальцы и потирают руки. Все эти новости о блокировках заметно популяризировали в обществе VPN. По свежей статистике Йота, трафик от псевдоевропейцев с начала года вырос аж в 69 раз. С одной стороны, все больше людей становятся профессиональными пользователями соцсетей и мессенджеров. С другой, Роскомнадзор эту статистику тоже знает. И знает, что VPN пока еще не запрещен. А возможности запретить у власти есть, как об этом мы рассказывали в одном из наших роликов. Ссылочка будет в описании. Хотя в текущей санкционной ситуации и проблемой с поставками оборудования сделать это куда сложнее. Но далеко не только в России все блокируют. И, казалось бы, ладно, недружественные страны. Китайская Huawei, которая с 2019 живет и процветает под санкциями Америки, взяла и удалила из своего магазина AppGallery клиенты ВТБ, промсвязь банка и открытия. Да, эти банки под санкциями США. Да, их приложений нет в Google Play и App Store. Но китайцы-то тут при чем? Ничего личного. Просто бизнес. При этом недавно США официально сняла все санкции на поставку в Россию телекомоборудования. Возможно, с Закьяном вспомнили, что Россия самая большая страна в мире. А через нее проходит множество кабелей в страны Азии. А возможно, все-таки нужно поддерживать поток информации. На этом фоне шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson взял, да и объявил, что в России он теперь на паузе. А ведь компания поставляла до 20% нужного провайдерам железа. Финская Nokia с долей в 40% открестилась от нас еще в марте. И вот теперь, вроде бы дружественный нам Huawei, пару дней назад отправляет почти всех своих сотрудников российского офиса по домам. А теперь еще и эта проблема с банковскими приложениями. Так что все еще вполне возможен сценарий, что завозить телекомоборудование придется по серому, соответствующий реальной ценой, которая, разумеется, скажется на стоимости интернет-тарифов. Теперь давайте снизим градус и поговорим о хорошем. С пользовательским железом проблем точно не будет. Да, в начале марта многие компании перестраховались и взвинтили цены на комплектующие, вообще на всю электронику в 2-3 раза. Но теперь они снова стали продавать, причем временами по февральским ценам. Это касается и новых процессоров и видеокарт. Например, свежую RTX 3050 вполне можно найти за 50 тысяч рублей. Столько же за нее хотели перекупы после волн распродаж в DNS. Свежие Core 12-го поколения тоже дешевеют. Лучший игровой среднебюджетный i5-12400 легко найти дешевле 30 тысяч. Не по 17, конечно, но уже лучше. Разумеется, цены на многие девайсы далеки от рекомендованного уровня, но радует, что пока худшие прогнозы с GTX 1660 за 100 тысяч не оправдались. И это уже хорошо. К тому же есть шанс, что видеокарты продолжат дешеветь. Поползли все более детальные слухи о новых GPU NVIDIA и AMD. А значит, текущие RTX 3000 и RX 6000 будут дешевле. За ними подешевеют 2000-я серия. И на авито вы сможете взять 1050 за 10 тысяч рублей. И как это обычно бывает, новые видеокарты станут еще мощнее. RTX 4080 приписывают чип с количеством ядер на 40% больше, чем у RTX 3090. 16 гигабайт быстрой GDDRX памяти и официальную цену в 700 долларов. Не успели мы забыть про Sly и Crossfire, а AMD снова планирует вернуться к многочиповым видеокартам. У RX 7900 обещают аж 7 чиплетов. А если слухи про количество вычислительных блоков верны, то RX 6900 XT на ее фоне вообще будет затычкой. Так что будем надеяться, будущие линейки новинок не спровоцируют новую волну майнинга, а будут доступны всем желающим за адекватные деньги. А вот третий игрок на рынке пока еще слаб. На CS 2020 Intel продемонстрировала прототип своей дискретной видеокарты, потом два года нас скормило слухами, и вот только сейчас появились первые ноутбуки с мобильной ARK 3. Правда, только в Южной Корее и в ограниченном виде. Судя по первым тестам, драйвера очень сырые, игры вылетают, запись с геймплея глючит, а производительность такая, что урезанная GTX 1650 выглядит бодрячком. И, конечно, разочарованные геймеры бросились хейтить Intel за это, но мы так не считаем. Давайте будем объективными. Реально на протяжении последних двух десятков лет на рынке видеокарт было только два игрока, NVIDIA и IT, она же AMD. И все игры оптимизировались только под эти видеокарты. Конечно, были интегряшки от Intel, но никто всерьез их не воспринимал, и адаптацией игр и софта под них не занимался. И вот сейчас перед Intel стоит титанический труд. Во-первых, сделать отлично масштабируемую архитектуру, которая позволит создавать видеокарты от уровня затычек до конкурентов топом от NVIDIA и AMD. Во-вторых, оптимизировать ее под игры и софт. Очевидно, быстро решить эти задачи нереально, поэтому первое поколение ARC будет гарантировано глючным, медленным и сырым. Вспомните трассировку и работу DLSS на RTX 2000. Так что, на наш взгляд, Intel сейчас проделывает огромную работу, и если компания не забросит свой труд, будущие ARC вполне смогут задать жару видеокартам конкурентов. А в будущем мощные видеокарты нам ой как понадобятся. Помните красивые анимации на движке Unreal Engine и демо матрицы на консолях? Так вот, движок наконец-то вышел и доступен для обычных пользователей. Запуск матрицы на мощном ПК оказался интересным. RTX 3080 Ti грузится наполовину, но при этом выдает в 2К около 30-50 кадров с фризами. А вечная GTX 1066 выдает 10-15 кадров в Full HD на максимальных настройках графики. Но следует помнить, что речь идет о техно-демо, а не полноценной демо-версии игры. А значит, если допилить, можно будет получить стабильные 60 FPS в 2К в Next Gen. И если слухи о будущих видеокартах не врут, то такой производительности вполне обеспечит условная RTX 4060. На Unreal Engine 5 уже точно выйдет новый Ведьмак, о чем рассказали в CD Projekt Red. Это позволит студии сконцентрировать внимание именно на создании мира и сюжета. Ну а графоний обеспечит детище эпиков. Новые приключения Лары Крофт тоже выйдут на нем. А мы помним, какие это графонистые игры. Так что новому Next Genу точно быть. Свежие консоли уже остепенились. А значит, нас ждут удивительно красивые виртуальные миры. Ну а пока мы все можем посетить космос разве что в этих самых играх, Илон Маск продолжает делать его доступнее для обычных богатых землян. За 55 миллионов долларов SpaceX обеспечит вас недельным путешествием за пределы земной атмосферы и комфортное проживание в плацкартном МКС. Сейчас там проживает аж 11 человек. На днях компания Маска запустила новых туристов в космос. И самое важное в этом новом пуске было то, что внутри Крив Дрэгон не было ни одного действующего астронавта. Все четыре члена экипажа были обычными пассажирами. Даже командир Майкл Лопес Аллегрия, хоть и бывший астронавт НАСА, юридически считается просто туристом. Так что да, возможно в будущем космос действительно станет ближе. В свою очередь Роскосмос, хоть и потерял очень важного клиента, не отчаивается. На фоне санкций госкорпорация планирует поддержать частные космические компании, причем не только доступом к своим технологиям, но и материально. А вообще они у нас есть? Один из следующих пусков вообще будет бесплатным. На ракете, ранее предназначавшейся для вывода спутников OneWeb, так как та теперь клиент SpaceX. В ведомстве решили не пропадать же добру, пуск все равно произойдет, но уже с частным российским спутником на борту. А глава Роскосмоса, Дмитрий Рогозин, продолжает словесные баталии в Твиттер с Илоном Маском. Если раньше шутейки были действительно годными, то теперь они на грани фола. Пару дней назад Тесла показала обновленный кибертрак на мероприятии в честь открытия нового завода в Китае. Автомобиль стал выглядеть интереснее. Новые фары, большой стеклоочиститель, отсутствие дверных ручек. На что Дмитрий Олегович ответил фотографии российской боевой машины десанта с подписью «Илон, мне кажется, что наша машина посерьезней вашей будет». Глубинный народ оценил. В сети решили, что именно для того, чтобы заблокировать Рогозина, Маск стал крупнейшим акционером Твиттер, купив 9,2% акции любимой соцсети, заработав при этом на росте акций 15 миллиардов долларов. Маска позвали в совет директоров, но он отказался. Зато предложил превратить штаб-квартиру в Сан-Франциско в приют для бездомных животных, так как никто все равно там не появляется. Большая часть сотрудников Твиттер работает на удаленке. Умение Маска создавать информационный шум в своих целях ему не занимать. Сотрудники Твиттера уже высказались, что его влияние станет корпоративным кошмаром. А Дмитрий Рогозин, например, считает, что все эти рассказы Маска про колонизацию Марса это для малограмотных энтузиастов космоса. Его реальная цель – это власть. У нас цели маленькие, власти нам не надо. Главное, чтобы в мире был мир, возможность получать информацию и развиваться. Надеюсь, выпуск вам понравился. Не забывайте, что еще больше IT-новостей в нашем сообществе ВКонтакте и на канале в Телеграм. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.